Ива Афонская Но не только это, а даже больше Вот эпизод из жизни Как известно, сейчас постоянно происходят обыски и аресты представителей оппозиции И сейчас я хочу рассказать маленький эпизод, взятый из жизни Сотрудники правоохранительных органов проводили обыск у девушки, члена оппозиционной организации «Новое величие» И как вы думаете, что они нашли? Они нашли значки с изображением Гарри Поттера Это было все, что они смогли найти Ничего более криминального им найти не удалось Так ими было заявлено, что, во-первых, эти значки являются антифашистской символикой Обращаю ваше внимание, именно антифашистской, а не фашистской Какое отношение может иметь Гарри Поттер к вопросам фашизма и антифашизма, мне лично совершенно непонятно Но абсурдность действий нашей власти уже давно зашкаливает все возможные пределы Но это не главное Главное, сотрудники правоохранительных органов сказали, что антифашисты – это экстремисты Поэтому значки с Гарри Поттером были признаны экстремистскими Так что теперь в России наказуемо не только быть против коррупции и воровства, но и быть против фашизма И антифашисты считаются экстремистами То есть надо быть за фашизм? Так получается Тогда почему российское телевидение чуть ли не каждый день зрителям мозги полоскает, что на Украине якобы фашизм и это нехорошо На Украине им фашисты не нравятся, а в своей стране почему-то антифашисты Вы уж определитесь, ребята, а то получаются какие-то двойные стандарты В которых даже пропагандисты так любят упрекать Запад Естественно, что нашей власти не нравятся антифашисты Власть-то фашистская И этим случаем она явно это показала Или сотрудники наших правоохранительных органов так невежественны, что они могут отличить фашизм от антифашизма И будут эти понятия, потому что они не знают, что они означают Вот так, ребята, теперь за Гарри Поттера будут сажать Теперь у нас Гарри Поттер – экстремист Что неудивительно, мультик Чаполина уже запретили Так скоро дойдет и до братьев Крим Как же? Там же волк съел красную шапочку и ее бабушку Разве это не намек на то, что Россия отняла у Украины Крым И уже который год пытается оттяпать и Донбасс в придачу А там доберутся и до самого главного сказочника мира – Ганса Христиана Андерсона Кстати, очень удивляюсь, почему его до сих пор не запретили в России С его-то голым королем после ухода Путина, по каким бы причинам он ни произошел Будет ситуация аналогичная смерти Сталина Будет второе разоблачение культа личности И вот тогда вспомнят Андерсона Тщательно создаваемый пропагандой в течение 20 лет миф о величине Путина падет И все увидят, что король-то голый Хотя, в отличие от времени Сталина, половина населения видит это и сейчас И в разоблачениях не нуждается А уж русский сказочный фольклор с Кащеем Бессмертным Все никак не желающим уходить на пенсию, несмотря на преклонный возраст Попадает под запрет точно Но пока начали с Гарри Поттера Так что имейте в виду, ребята Читать сказки в России стало опасно Потому что главный сказочник у нас президент А он, как известно, конкуренции не любит Поэтому предпочитает быть не только главным сказочником, но и единственным И вообще жить в России стало опасно Поэтому из России уехали многие И сейчас уезжают все больше и больше И все больше хотят уехать Просто не у всех получается И вспоминаются слова Генриха Гейна Там, где сжигают книги Впоследствии сжигают и людей Один раз эти слова уже сбылись На его родине Да, в России людей не сжигают, а сажают в тюрьмы Но разве есть в этом принципиальная разница? Пока место есть охота Покуда есть друзья Давайте делать что-то Иначе жить нельзя Ни смысла и ни лада И дни, как решето И что-то делать надо Хоть неизвестно что Ведь срок и туч и краток Вся жизнь в одной горсти Так надо бы нам в порядок Хоть душу привести Давайте что-то делать Чтоб духу не пропасть Чтоб не глумилась челядь И не кичилась власть Пусть наша плоть не нужна И безысходна тьма Но что-то делать нужно Чтоб не сойти с ума Уже и то от рада У запертых ворот Что все, чего не надо Известно наперед Что все, чего не надо Известно наперед Решай скорее, кто ты На чьей ты стороне Обрыты ли анекдоты С похмельем наравне Никто из нас не рыцарь Не праведник челом Но можно ли мириться С неправдаю и злом За Божий свет в ответе Мы все вину несем Неужто все на свете Окончится на сём Давайте делать то, что Господь в душе велел Чтоб ей не стало тошно От наших горьких дел Субтитры создавал DimaTorzok